Меня зовут Наташа Синько, я дизайнер. Я в Лондоне, наверное, думаю лет 10. Я никогда не считаю, просто время точно. Я приехала сюда учиться, потом я уехала, потом я вернулась. Приехала постепенно, не собираясь оставаться здесь навсегда. Я сделала свою фирму, которая называется Наташа Синько. И мы делаем одежду, мы делаем украшения. Начали делать мебель, как recycle project. И делаем сейчас healthy кафе, которое называется Наташкиным. Большинство десертов у нас gluten-free and dairy-free. У нас вкусная мачо-латте и разные прикольные напитки. Я училась в Chelsea College of Parting Design, делала foundation. Потом я училась в St. Martensy. Я делала jewelry design, закончила. И решила, что хочу делать свой бренд ювелирный. Начала. И в этот момент подумала, что у меня очень много свободного времени, раз я уже не учусь. И решила, что вот хочу что-то попробовать еще делать с одеждой. Сделала первый проект. И как-то друзья поддержали, как-то все распродали. Там было 10 вещей, не так много. А потом делала дальше. И ЦУМ купил мою коллекцию. После этого, как-то, у меня даже не было опытовых цен тогда. Я еще даже не знала что-то такое. В общем, короче говоря, само собой так оно получилось. Потом был Browns. И потом я уже втянулась. Сейчас мы продаемся в 148 магазинах по всему миру. Вот. Модных магазинах, которые нам нравятся. Я действительно считаю, что Лондон одна из столиц моды, потому что здесь свободные люди. То есть не навязывается мнение, что модно, когда модно, удобно носить, неудобно носить. И ты выйдешь на улицу в халате, и тебе никто не будет смеяться. Это естественно все. То есть как хочешь, так и проявляй себя. И тебя любой человек поддержит в этом. То есть нет каких-то намеков, улыбок. Это меня радует. И мне кажется, здесь поэтому рождаются такие свежие идеи, которые не коммерческие идеи. То есть тут не важно продать, наверное. Тут важно показать и выразить свое мнение. Поддержат, не поддержат, это уже другой вопрос. Но люди не боятся и делают. Вот эта свобода, мне кажется, это она и помогает Лондону быть столицей моды. И мне кажется, Лондон очень изменил меня тем, что я все время теперь занята. Ну потому что это мой бренд, потому что я его выращивала с ноля, наверное. И это как мой ребенок, который я вырастила. И я, наверное, даже не заметила, наверное, может быть, как время так быстро пробежало. Не ощущаю его и сейчас, но мне до сих пор интересно. И я считаю, что в Лондоне мне это удобно делать и интересно делать. То есть, может быть, быстрее было развиваться в Америке, например, для дизайнеров. Тут немножко с этим сложнее, потому что местные, допустим, British Council или те, кто поддерживает дизайнеров, они практически не поддерживают, скажем так. Вот. Они поддерживают больше как своих. Да, все равно есть такое чуть-чуть. Но ничего, мы боремся. Практически революционеры. Мне нравится, что люди ценят тут каждый день. То есть, как ты тут все-таки, как ты ценишь свою работу, как что ты делаешь, и как работники работают. Немножко другое отношение. Может быть, мне просто до этого так не везло. Но люди ценят то, что они имеют. Это очень важно. Я считаю, что каждый день тут дорогой день, дорогая работа, да, и все это. И все эти люди это понимают и делают это с удовольствием и полностью выполняют свои обязанности. То есть, мы стараемся за день сделать столько, сколько вот как свое. И у нас так работают все, и я считаю, что мы выкладываемся. И поэтому моя компания, как бы вот, мы удерживаемся на плаву, да, и идем вперед. То есть, очень хорошая команда, с которой я работаю. Лондон мне нравится, в принципе, всем. Тут очень удобно жить. Все, что нужно, можно найти. То есть, если нет, заказать. Все приходит очень быстро, да. То есть, в этой, как бы, вот, для жизни, я считаю, это очень удобно. Плюс куча музеев, интересных мест. Просто поехать в другой район погулять, и ты всегда можешь найти что-то новое. Я в Сохо очень люблю. Что-то там есть такое, что я готова идти просто гулять и бродить туда, вот, когда у меня свободное время. Я зашла в китайский район, тогда дальше же. И вот я вообще никогда не заходила до конца. И там такое активное, такое другое. В какой-то момент реально мне показалось, что я, наверное, уехала. Мелких этих кафешек. Люди. Это вообще, где я? Знаешь, вот, вроде бы, я в центре Лондона при этом. И вот таких районов тут очень много. И винтажные есть целые улицы. У меня как-то ребенок тоже, мы много проводим вместе. Время, ему 13 лет, сейчас такая как раз возраст. И мы все время тут в ту сторону нас тянет, короче говоря. Ну, мне кажется, одежда, это вообще должно быть комфортно, удобно. Это выражение себя. То есть, каждый день может быть даже разная одежда, чтобы показать, что ты сегодня думаешь. То есть, для меня это такой диалог уже с обществом. Я, в принципе, люблю действительно яркие цвета, как, наверное, видно. Я сижу у себя в магазине. Но черный тоже. То есть, все зависит от ситуации. И зависят разные коллекции от разного. То есть, у нас, допустим, сейчас в этом году мы делали коллекцию, которая называлась Sober. Первая часть, вторая часть и будет третья, финальная часть в конце января. Это священо этому году, который, в принципе, Sober для всех в разных смыслах. И вот каждая часть коллекции была Sober от чего? От мыслей общественности, от навязывания чужого мнения, от алкоголя. И вот, короче говоря, такая более deep collection для меня этот год. Он такой сложный для всех. И было интересно поискать, к чему можем прийти. Какие-то небольшие были коллаборации, необычные объекты, как елочные игрушки мы делали. То есть, какие-то такие штучки, которые, да, они не коммерческие, но они интересные. Это как сувениры, которые останутся надолго. И, в принципе, для нас, для нашей компании будет не значит, что мы сделали именно в этот год. Если ты личность, ты прошел этот год хорошо. То есть, ты можешь собраться и идти дальше. Да, у всех начало может быть было непонятное. Но потом, в принципе, я считаю, что год был полезный и интересный.